Дорогие сыны и святого духа, дорогие братья и сестры, мы с вами сегодня слышали евангельское чтение, в котором говорится о том, что ждет каждого, кто последует за Христом. Непринятие общества, нелюбовь, гонение, то, что в принципе претерпел Господь. И всякий раз, когда в наших жизнях случаются сложности, трудности, мы негодуем, поднимаем глаза к небу и вопрошаем у Бога, почему так? Так вот, почему так? Ответ мы сегодня с вами слышим. Господь ни разу в евангельских строках не говорит нам, что следуя за Ним, у нас все будет хорошо. Напротив, Он предупреждает каждого из нас и говорит словами сегодняшнего Евангелия о том, что «Меня гнали, и вас будут гнать». И каждому из нас очень важно это уяснить в своем сердце. Важно понять, что сложности, трудности, непринятие этого мира. Это не обязательно знак того, что Бог от нас отвернулся. Это всего лишь подтверждение того, что каждый из нас идет тем путем, который Господь нам заповедовал. И в то же самое время на этом пути это не значит, что мы остаемся одни, что Он от нас отворачивается. Бог на каждом нашем шагу рядом с нами. Такой вопрос. Чувствует ли Его наш сердце? Чувствуем ли мы Его? А это уже вопрос к нам. Насколько мы наше сердце очистим для того, чтобы чувствовать Бога? Насколько наша душа тонка для того, чтобы ощущать Его присутствие? Именно поэтому так и получается порой, что Он рядом, а мы Его не чувствуем. Он близко к нам, а мы Его не ощущаем в своей душу. Тогда там поселяется уныние, тоска. Пускаются руки, теряем смысл. Именно поэтому, дорогие братья и сестры, сегодняшнее евангельское чтение – это не просто напоминание, это приободрение каждому из нас. Господь как бы этими строками говорит нам, что приободрись, христианин. Все твои сложности, все твои трудности, все твои неудачи, необязательно от того, что ты делаешь что-то неправильно. Возможно, от того, что ты просто выбрал этот путь. Путь служения ближнему Богу, путь следования Христовым заповедям, путь быть человеком. И это очень тяжело, это сложно. Такой человек всегда будет выделяться из толпы. Такой человек всегда будет неподходящим, неудобным. Но в то же самое время, только такой путь есть у каждого из нас. Выбрав следовать за Христом, другого пути нет. Путь изменения сердца, путь изменения души. Путь следования заповедям Христовым и воплощения Его образа в нашей жизни. Поэтому, дорогие братья и сестры, будем к этому стремиться, будем об этом помнить и не будем унывать. Особенно, когда столкнуемся с трудностями. Потому что Господь нам сегодня в евангельском чтении снова и снова об этом напомнил, что это тот путь, которым мы идем. Аминь. Христос воскресе! Во истину воскресе! Причастников поздравляю с приятием святых Христовых тайных.